Начинать передачу, которая посвящается белорусской теме. С нами Антон Дилу, руководитель клуба «Белоруссия in Focus», а я Турникеш Арашензе, профессор Кулинского института общественных дел. Конечно, приступления не обойтись. Белорусский вопрос, скажем так, в Белоруссии проснулась, это уже видно всем. Так что белорусский вопрос сейчас очень актуальная тема, потому что не то, что Белоруссия является европейской страной, и из-за этого она волнует весь мир, в первую очередь, конечно, Европу. Белоруссия – это часть бывшего Советского Союза, и здесь приплетаются интересы многих, так сказать, великих держав, в первую очередь, Россию. Это не только права человека, это не только борьба за демократию, то, что сейчас мы наблюдаем в Белоруссии, но это еще и большая геополитика, большая игра, скажем так. И по этому вопросу, конечно, нам вопросов очень много накопилось, и более, что протесты продолжаются. Но, как мы видим, президент Лукашенко пока что точно не собирается на пенсию. Он, скорее всего, не собирается в Москву, как в свое время это пришел сделать Януковичу, бывшему президенту Украины. И тем самым это, конечно, становится интереснее и драматичнее, потому что, ну, жаль видеть, что столько людей стоят на улице, и никакого пока что результата. Антон, вот самый первый мой к вам вопрос. У нас сколько может это продолжаться, что люди стоят на улицах, но и ничего. Батька не реагирует, Батька демонстрирует силу. Он бежит, мы его видим в камуфляже с автоматом. Мы видим, как он, значит, свои войска расставил на границе с Европой, как будто оттуда идет угроза вторжения. Что с этого нужно, так сказать, что с этого следует? Он не собирается точно уйти. А вы не собираетесь идти по домам, да? Вы стоите на улицах. Что дальше? Ну, дальше знает... Что будет дальше, знает только Господь Бог, да? Мы не можем предполагать... Ну, мы не можем гарантировать того, что будет дальше. Но действительно, люди стоят на улицах, люди выходят каждое воскресенье на огромные марши. Численность этих маршей... Ну, такого просто не было в истории Беларуси, чтобы в таком количестве люди выходили на улицу. Также акции продолжаются каждый день. Например, 1 сентября были выступления студентов. Вчера были выступления на районах, когда люди просто выходят цепочками к дорогам и становятся с флагами, и машины, проезжающие им, сигналят. Общество не собирается сдаваться. Здесь совершенно сейчас удивительный уровень мобилизации общества. Я думаю, что также реакция власти показывает то, что общество не может сейчас разойтись просто по домам, потому что, безусловно, последуют очень жесткие репрессии. Наша власть мстительна. И, собственно, давление ослабевать... Давление не должно ослабевать. Да, действительно, Лукашенко подтвердил стереотип о том, что он сдаваться не собирается ни при каком случае рабочим Минского завода колесных тягачей, куда он поехал недолго после того, как прошли выборы. Он заявил, что, чтобы прошли новые выборы, вы должны меня убить. Ну, противостояние продолжается. Мы не знаем, что будет дальше, но пока что мы видим то, что обе стороны не собираются наступать. Антон, вопрос такой. По официальным данным он получил процентов 80. Конечно, это сертифицировано, все хорошо знаем. Но, с другой стороны, я не верю, что он получил 3%, как сейчас некие утверждают. Реалистично. Сколько он мог бы получить? Сколько он получил? Как вы думаете? Как вы оцениваете? Да, ну, безусловно, сложно оценить реальные данные. Дело в том, что в Беларуси также запрещена независимая социология, начиная с, если я не ошибаюсь, 2013 года, когда рейтинг Лукашенко находился в районе 30% на тот момент. Просто были введены такие репрессивные законы, которые запрещали измерять, проводить социологические запросы. И социологией смогли заниматься только государственные структуры, и их социология известна. То есть это тоже фальшивая социология. У нас есть, не помню, такой государственный, в общем, около государственный институт социологии, который каждый раз перед выборами угадывает с точностью до процента почти, какой будет результат выборов. Да, это понятно. Это не имеет никакого отношения к социологии. Но, насколько я помню, у нас было сейчас... То есть общество путем давления своего смогло добиться того, что подсчитали все-таки голоса на около 70 участках, и пропорция, пропорция голосовавших за Лукашенко и пропорция голосовавших за Тихановскую составляет где-то один к трем. То есть на одного избирателя Лукашенко приходится три избирателя Тихановской. Это в больших городах или по всей Белорусской? Дело в том, что получилось посчитать... Получилось посчитать много где. Были результаты из таких глухих деревень совсем. В этих глухих деревнях Лукашенко, насколько я вот помню, один протокол, он набрал там 52%. В Минске пропорции были 4 к 1, 3 к 1. В городах похожая тоже ситуация. Ну, то есть на самом деле мы... Предполагать можно, что Тихановская набрала где-то 60-70%, у Лукашенко где-то 15-20%. Вот это, наверное, такие вот данные, приближенные к реальности. Как вы думаете, может быть, он сейчас ждет, ждет, так сказать, похолодание, потому что в октябре уже, я по себе знаю, в Белоруссии уже холод такой, скажем так, типично славянский холод. Может быть, он этого ждет, холодную погоду? Возможно. Дело в том, что тоже, ведь фальсификация выборов это не что-то такое новое, чего в Белоруссии как бы не случалось. Фальсификации выборов отбывались каждый раз с референдума 1996 года. То есть у нас как бы 24 года, как минимум, нету честных выборов, нету честных референдумов, всегда были фальсификации, и президентские выборы всегда назначались, да, на такое время, когда погода будет максимально неприятно протестующим гражданам. Вот, например, в 2010 году тоже у нас был разгон протестов после выборов. Вот, выборы были 19 декабря. Еще вот они любили выборы делать там в марте, например. Да, безусловно, наверное, они ждут погоды, но дело в том, что белорусский протест сейчас очень разнообразный, и даже, ну, как бы, нету какого-то лидера, который говорит, что мы сегодня все делаем, и поэтому форма эта предпринимает все совершенно интересно, ну, и, возможно, как бы, протесты могут, как бы, кроме того, что люди вряд ли идут с улицы даже, я думаю, в плохую погоду, я думаю, что протесты могут продолжаться каким-то образом и, как бы, внутри помещений, там, не знаю, университетов или школ, каких-то таких структур. Это понятно. Сейчас у меня такой вот горький вопрос. Как мы знаем, Лукашенко уже вот лет, сколько вот, четверть века, по-моему, находится у власти, и он предъяснял оппозицию, наверное, больше, чем предъясняли в Россию, хотя после отравления Навального, это спорный вопрос, уже все больше предъясняет оппозицию. Он почти что уничтожил гражданское общество, оппозиции почти что нету, да, в Беларуси. Так вот вопрос возникает, если он, допустим, уйдет, да, скорее всего, мне рано или поздно, конечно, ему придется уйти. Что после? Потому что у вас нету такого впечатления, что в Беларуси настанет проблема, вот вакуум, отхажать так, политический класс очень слаб в Беларуси, кто станет управленцем государством. Тихановская, при всем гням моего уважения, она, по-моему, не является настоящим сильным лидером, который сейчас готова вот сделать на себя такое бремя, потому что это не то, что только нужно такой страной управлять, но с другой стороны нужно еще договариваться с Путиным, который требует воссоединения, скажем так, Беларуси с Россией. Так что, что дальше? Кто будет управлять Беларуси? При том, что Лукашенко уничтожал политический класс по всей стране, и вакуум, наверное, проблема вакуума стоит, да? Ну, есть определенный вакуум сейчас политического лидерства протестов, то есть люди, которые, например, сейчас находятся в Координационном совете, ну, во всяком случае, формально никак не связаны с протестами и не могут призывать на протесты, потому что, как бы, согласно белорусским так называемым законам, они просто сядут в тюрьму на следующий день, да, как бы, их и так сейчас этот Координационный совет, его члены вызываются на допросы, некоторые сидят уже на сутках, вот, возбуждено уголовное дело против Координационного совета оппозиции, но давайте, да, также не будем забывать, как, ну, почему Светлана Тихановская вообще оказалась, как бы, каким-то, как бы, каким-то кандидатом на этих выборах, дело в том, что власти посадили в тюрьму ее мужа, Сергея Тихановского и Сергей Тихановский сейчас находятся в тюрьме, Виктор Баварика, который по, ну, как бы, по замерам, насколько это возможно, был фаворитом президентских выборов, тоже находится в тюрьме, Валерий Цепкало, который тоже был один из популярных кандидатов, был вынужден уехать из страны, ну, то есть, и надо сказать, что все эти, все эти люди, они, как бы, уже не являлись представителями такой традиционной оппозиции, да, такой, скажем, как бы, проевропейской политической оппозиции, белорусско-ориентированной, то есть, это были люди, ну, скажем, новые, вот, ну, то есть, вакуум, безусловно, когда власти, как бы, своими действиями на протяжении очень долгого времени пытаются создать, как бы, выжженное поле, выжигают политическое поле, поле начинает быть выжженным, но, дело в том, что достаточно, я думаю, как бы, выпустить, ну, одного из этих трех кандидатов, позволить действовать, и вот вам, собственно, и лидерство уже, ну, то есть, я не думаю, что, я не думаю, что в девяти с половиной миллионах, как бы, белорусского населения не найдется человека, способного быть президентом, ну, собственно, да, программа Светланы Тихановской была, как мы помним, это, там, шесть месяцев переходного правительства и честные выборы, ну, и на этих частных выборах кандидатуры будет очень много, и мы, ну, можем наблюдать, как бы, как это выглядело, например, в каких-то, вот, других странах, например, в Польше после, после коммунизма, там, по-моему, если я не ошибаюсь, 80 политических партий участвовало в первых парламентских выборах. У нас еще больше. Да, ну, то есть, всегда после, да, да, то есть, всегда после такого периода, когда политическое поле выжигалось, как раз мы наблюдаем процесс, что как раз очень много людей хотят стать, ну, какими-то, какой-то властью начать обладать. Еще один горький вопрос. Евросоюз, как известно, выборы не признал, тем самым, вот, возникает ли опасность, что если сейчас Евросоюз и Запад станут отталкивать Лукашенкова, а иначе они, конечно, делать не могут, потому что нельзя закрыть глаза на те вопиющие нарушения прав человека, которые мы сейчас наблюдаем по всей Белоруссии, но тем самым, скажем так, Запад толкает Лукашенко в объятиях России, Путина. Если Лукашенко ухитрится остаться у власти, а он хитер, прекрасно знаем, он, скорее всего, раз у него больше будет, Запад его не принимает, скажем так, он уже стал рукопожатным, ему придется пойти на дальнейшее углубление союза с Россией, да, потому что формально союзное государство, союзное государство все еще существует, и это дает, так скажем так, уже есть легальная база, чтобы осуществить полноценный союз, то есть восстановить Советский Союз в лице, так сказать, Белоруссии и России. Такая опасность реально, как вы думаете? Ну, я думаю, что анализируя действия зарубежных акторов, мы забываем часто про такого актора, как белорусский народ, потому что он сейчас мобилизован очень сильно, ну, просто какая-то, ну, я не знаю, то есть какая-то вот такая вот прямо объединение сейчас России и Белоруссии, мне кажется, оно из-за этого невозможно, то есть особенно если... Более глубокая интеграция, живем так. Да. Реальная интеграция. Безусловно, ну, понимаете, да, тоже как бы одну вещь, которую стоит отметить, после каждых выборов, которые проходили с какими-то протестами и после которых возникали политзаключенные в прошлые годы, в этот год еще возникли и убитые люди и люди, которые их пытали, после каждых таких выборов происходило полный разрыв связей с Белоруссией, с Западом и, да, выигрывала из-за этого Россия, которая как бы пользовалась тем, что, пользовалась тем, что как бы западного крыла больше не существует в белорусской внешней политике и остается только восточная. И, ну, скорее всего, что-то такое происходит и сейчас. Мы сейчас видим интенсификацию контактов между белорусским руководством и российским руководством. Вчера в Минск прилетал премьер Российской Федерации Мишустин, с довольно большим количеством министров. Мы как бы не знаем, на самом деле, что они обсуждали. В общем, это все довольно закрыто и секретно. До этого министр иностранных дел Белоруссии Макей летал в Российскую Федерацию, где, значит, министр иностранных дел РФ Федерации, Лавров рассказывал про то, про украинских боевиков, которые находятся на территории Белоруссии. Это, конечно, очень интересно, потому что буквально еще месяц назад Лукашенко сам рассказывал про российских боевиков, которые находятся на территории Белоруссии. То есть, да, ну, безусловно, как бы автократии как бы вынуждены друг с другом дружить, да, и, безусловно, они сейчас ведут какие-то переговоры. Ну, например, мы не знаем о чем, да, но, например, они отрицают о том, что они вели переговоры про проведение единой валюты. Это уже, это уже как бы немало, если про это не ведется речь, то это хорошо. Ну, и, как бы, не знаю, Россия, Россия никогда не поддерживала падающие режимы. То есть, Россия, Россия скорее, например, что было в случае Украины, Россия, как бы, приняла у себя бегущего президента Януковича, после этого, устроив уже, как бы, войну в Украине. Но это не было так, что российские войска пришли и поставили Януковича. Поэтому, ну, как бы, сложно о чем-то тоже на сто процентов говорить, но не думаю, что такое случится. Антон, вопрос такой. Вот вчера Лукашенко сделал очень странное заявление, сказал, что белорусская радиоразведка перехватила разговор Меркеля с кем-то еще не помню, и там Меркель будто говорила, с Варшевой, что вот Навального на самом деле не отравили, мне да хорошо знаем. Ну, это же крайне глупое заявление. Вот, что с ним случилось? Потому что Лукашенко человек точно не глупый. Ему прекрасно удавалось сбалансировать связи в России с Западом. Он Запад довольно хорошо знает. Ну, и так далее, и так далее. Откуда взялось такое вот неадекватное заявление? Чего он хочет достичь этим? Чего он добивается вообще? Выслуживается перед Путиным, что ли, и все? Мне на самом деле тоже сложно сказать про это, но давайте немножко порассуждаем. Ну, дело в том, что, например, до президентских выборов Лукашенко говорил о том, что против Белоруссии у него была такая фраза, значит, против Белоруссии идет гибридная война, но мы не знаем, кто ее ведет. Вот. Значит, после выборов у него возникали кукловоды из Голландии почему-то, Чехии, Литвы и Польши, и потом к этим странам кукловодам добавилась Украина. Ну, Украина, Польша, Литва, это понятно, а Голландия откуда делась? Ну, мы не знаем, на самом деле, что... Ну, то есть, они утверждали, что они перехватили какие-то телефонные разговоры кого-то, ну, может быть, кто-то в Голландию звонил, когда у нас был интернет отключен, вот, и, возможно, они что-то там услышали, ну, мы не знаем, на самом деле, да, о чем речь вообще. Ну, и здесь тоже, да, конечно, как бы, заявление Лукашенко просто родило, как бы, кучу шуток, мемов, как бы, прямых издевательств, издевательств, причем, прямых издевательств, надо сказать, что даже в кремлевских, как бы, прокремлевских российских изданиях, да, то есть, даже там, как бы, над этим посмеялись, и, ну, мы не знаем, на самом деле, как бы, к чему это было, но это такая, видимо, попытка создать какой-то вот такой единый фронт недемократичных лидеров, как бы, в их борьбе против демократии, как бы, демократических обществ, требующих перемен, скорее всего, что-то такое. Чтобы покончить с российской темой, недавно вот Кремль заявил, не понял, кто это был, но они заявили к Кремле, что они не допустят того, чтобы Россия потеряла свои военные базы в Белоруссии, там речь идет про радар и еще авиабаза, да, для России это крайне важно, конечно, все хорошо понимают. Скорее всего, Антон, наверное, даже если удастся сейчас Белоруссии встать на путь демократизации, Белоруссии придется учитывать российские, скажем так, интересы серьезные. Это, в первую очередь, военные базы, потому что, ну, Россия так просто с ними не расстанется. И Белоруссии опять придется балансировать между Западом и Россией. Кое-как, скажем так. Как вы на это смотрите? Белоруссии? да, безусловно, придется учитывать интересы России. Но надо, тут здесь надо отметить, что те протесты, которые сейчас, как бы, происходят в Белоруссии, они не проевропейские, они не антиевропейские, они не пророссийские и они не антироссийские. То есть, это конкретно внутрибелорусское дело, как бы, народ, устав от фальсификации, от избиений, от пыток, пытается, как бы, противостоять диктатору, да. Как бы, внешнеполитических заявлений, например, от Координационного Совета или от Светланы Тихановской, ну, а насчет преференции, Беларуси, как бы, что Беларусь, например, немедленно после этого пойдет в Европу, как бы, таких вещей нету, да, то есть, это, как бы, ну, такое внутрибелорусское дело, да. Надо сказать, что вот эта вот карта угрозы России, она вот очень много использовалась двумя очень непохожими друг на друга политическими силами в Беларуси. Во-первых, самим Лукашенко, который до выборов выступал, как бы, главным гарантом суверенитета, и забыл, значит, про это буквально, ну, как бы, три недели после выборов мы уже видим российских телевизионщиков, которые работают на белорусском телевизоре вместо уволившихся, белорусских. Мы видим какие-то непонятные закулисные переговоры с российским руководством, о чем они мы не знаем, то есть, это все забыто было немедленно. во-первых, значит, Лукашенко, во-вторых, такая вот наша старая националистическая оппозиция, которая говорила многие представители о том, которые говорили о том, что вот сейчас никаких протестов не нужно, потому что если сейчас у нас будут какие-либо протесты, то у нас немедленно Путин на танки приедет. Вот, и был такой тактический союз, как бы, очень противостоящих друг другу политических сил, но дело в том, что опять-таки у белорусского общества насчет этого были свои как бы соображения и ну, просто как бы стало невозможно молчать и вот начались протесты. Безусловно, российские базы как бы я думаю, что как бы если какой-либо представитель Коррадиционного Совета станет белорусским президентом, я думаю, что российские базы никуда не денутся из Белоруссии. То есть, я думаю, что договоры они как бы будут соблюдать в Российской Федерации. Вопрос такой, вот вы упомянули про Вагнера, то есть, про задержанных российских боевиков. В преддверии выборов Лукашенко явно старался разыграть антироссийскую карту, что, мол, я единственный гарант против против, который может противостоять российскому давлению. Скорее всего, аудитория была не только внутренняя, но и внешняя. Скорее всего, Запад. То есть, он хотел подемонстрировать Западу, что только я могу противостоять Путину. Почему он этого стал делать до выборов? Почему этого не случалось раньше? Боялся ли он, что протесты последуют после выборов? Он предвидел все это, из-за этого стал разыгрывать антироссийскую карту? Я имею в первую очередь, конечно, аресты вагнеровцев. Ну, я думаю, что аресты вагнеровцев были направлены прежде всего все-таки внутри Беларуси. В общем, с одной стороны, с одной стороны, на его ядерный электорат показать ему, что значит, у нас война будет, если Лукашенко не будет, а во-вторых, на общество в том числе, общество, которое во многом проевропейское, и показать, что как раз собственно на этот националистический сектор белорусской политики, что, мол, действительно, если сейчас у нас будут протесты, то у нас здесь будет война с участием российских парамилитарных войск. Дело в том, что Лукашенко и его Министерство иностранных дел на протяжении долгого времени, когда происходил процесс нормализации отношений с Западом, презентовал себя как главного защитника белорусской независимости, альтернатив которому нет. Это была очень удобная позиция и для Запада в том числе, потому что западные дипломаты могли говорить, да, мы тоже поддерживаем белорусскую независимость, то есть она для нас ценна и, конечно, спасибо большое. И вот, как бы, сходясь на этом, они могли обсуждать какие-то вопросы, о чем-то договариваться, помощь европейская приходила в Беларусь, например, например, Европейский Союз дороги какие-то делали, какие-то инфраструктуры, финансировали какие-то инфраструктурные проекты и, в общем, всем было хорошо, но, как бы, все же западная политика основана на каких-то ценностях и разговаривать с человеком, который, то есть они оставили даже эту возможность с ним разговаривать, то есть мы видим, что он не внесен в санкционные списки, да, европейские пока что, и они оставили такую возможность для себя, возможно, как бы, европейским политикам жалко перечеркивать все эти долгие годы нормализации с Белоруссией, но дело в том, что, как бы, наверное, о таком же масштабе сотрудничества, как было до выборов, говорить уже не приходится. А, белорусы, рядовые белорусы не боятся российского вторжения, потому что, ну, конечно, у Белоруссии нету Крыма, у вас Донбасса тоже нету, то есть слабых мест в Белоруссии нету. Кроме того, насколько я думаю, белорусские спецслужбы не так перетерированы российскими спецслужбами, но все равно рядовые белорусы не боятся, потому что, ну, никто не знает, что ведет Путин нам, да, как он ответит. Ну, дело в том, что, ну, безусловно, это возможность, да, ну, в смысле, что такое произойдет, мы не можем гарантировать какое-то определенное поведение Путина, но очень важная вещь произошла на этих протестах с белорусским обществом, это то, что белорусское общество осознало свою субъектность, то есть, свою силу, да, и свою субъектность, и, возможно, первый раз за всю историю, ну, как минимум, независимой Беларуси точно увидела как бы свою количественность, как минимум, в каком количестве оно способно мобилизоваться, как длительно оно может противостоять очень жесткому и брутальному режиму, и, ну, я думаю, мне кажется, что настроение среди протестующих сейчас такое, что давайте решать как бы проблемы по мере их поступления, вот сейчас у нас проблема, это как бы Лукашенко, и то, что он узурпировал власть, а дальше, ну, посмотрим, но мне кажется, что, честно говоря, очень сложно будет, ну, оккупировать страну, в которой, как бы, население не твое, то есть, это очень затратно с точки зрения ресурсов, да, нету Крыма, нету Донбасса, довольно, ну, как бы, унифицированное общество, в общем, не так сильно там, отличается Брест от Ногилева, вот, и, ну, поэтому, как бы, очень сложно, мне кажется, тут будет что-то такое устроить, плюс белорусская экономика находится не в лучшем состоянии, это какие-то деньги сюда нужно тоже вливать, которых я не уверен, что у России сейчас есть, потому что территория довольно большая, все же это не Крым, да, побольше, вот, и, поэтому, ну, как бы, мне кажется, что здесь важно подчеркнуть именно, как бы, субъектность белорусского общества, и то, что я думаю, что если оно способно противостоять, в общем, ну, такой брутальности, которую мы видели в первые три дня после голосования, оно, ну, мы его недооценили, ну, скажем так, в белорусском экспертном сообществе, как бы настроения белорусского общества недооценивались, белорусы воспринялись такими пассивными, такими забитыми, которые никогда не будут ни во что вмешиваться, которые живут по принципу «моя хата с краю», оказалось, что все совсем не так, если, как бы, достать, то, то народ мобилизуется, несмотря ни на что. Эксперты на то, эксперты, что все неправильно пригадывается, да, как нами известно. Ну, просто действительно наблюдал такую картину, как, ну, вот, как бы, именно сама, именно строение белорусского общества, они как бы обесценивались, да, мы всегда обсуждали, вот, вот, я модерирую такой, вот, есть экспертно-аналитический клуб, такое вот мероприятие, и вот, мы всегда обсуждали, да, что Запад будет делать, что будет Россия делать, что будет, значит, Лукашенко делать, но никогда не обсуждали, что будет общество делать, а общество, казалось, что у него совершенно свои, как бы, планы на все. И это мы видим. Но все равно, Антон, почему это случилось сейчас? Да, ну, мне кажется, что, мне кажется, что здесь, конечно, играет свою роль то, что делал объединенный штаб вот трех кандидатов до выборов, да, большая мобилизация общества произошла, дело в том, что использовали они очень новые, ну, как бы, новые технологии, использовали там, на самом деле, Grassroots объединение, да, то есть они призывали, извините, потому что у вас IT-сектор очень развит. Да, 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 безусловно, айтишники в этом тоже во всем участвовали, да, но вот использовались, как бы, то есть, была очень успешная, ну, во-первых, большая усталость, конечно, от режима Лукашенко, без сомнения, да, последние пять лет были, последние десять лет, можно назвать, как бы, застоем, белорусская экономика росла один процент в год, это смешные цифры, вот, большая усталость от Лукашенко, от его стиля, вот, от его, вообще, заявлений, значит, ситуация с коронавирусом, когда Беларусь пошла, просто, вопреки всему миру, значит, это вот обесценивание населения, водка, значит, лечи коронавирус водкой, там, играй в хоккей, значит, вот все, вот это вот, очень устаревший президент, на самом деле, общество, которое, как бы, и путешествует много, и, не знаю, и работает, как бы, и, в общем, много что видит, и к нему такое отношение, это, в общем, очень странно, и, ну, и, безусловно, как бы, этим воспользовался, вот там штаб в начале Бабарико, ну, кстати, и Сергей Тихановский, который мобилизовал регионы, просто ездив с камерами, он наблюдал, он же блогер, и он набирал какие-то, просто он приезжал в город, и просто делал открытый микрофон, по сути, на камеру, и люди ему просто высказывали все, что думают тоже про власть, также штаб Бабарико, как бы, работал с другой аудиторией, тоже ее мобилизировал, и оказалось, что в обществе, в общем, очень большой, очень большой запрос на политизацию, и очень большой запрос на то, чтобы все поменять, и так получилось, что это все, как снежный ком, просто пошло, и вот вылилось, то, во что вылилось сейчас. Вот по поводу снежного кома, скажем так, вопрос, как вы думаете, если сейчас белорусам удастся это сделать, если они совершат вахотную революцию, может ли это перекинуться на Россию, потому что, я думаю, что российский народ тоже не станет, стоит недооценивать. Все думают, что они пассивные, они ничего не могут, они будут терпеть Путина до конца света, так далее, и так далее. Ну вот, пока белорусы поддемонстрировали, что это не так, они стали терпеть Лукашенко до конца света, да? Да. Ну, вы знаете, мне как бы, мне сложно говорить про Россию, я не так, ну, не так как бы ее знаю, как Гелоруссия, но настроение как бы моих там друзей каких-то российских, да, которые каким-то образом участвуют в, ну, какой-то гражданской активности, да, у них весьма подавленные, то есть, например, вот, когда сейчас отравили Алексея Навального, мы там, словно говоря, видели, что никаких массовых протестов не было, да, не, ну, то есть, то есть, в общем, как бы там вышло 20 человек протестовать, условно говоря, когда это случилось, да, но опять-таки, это как бы, ну, дело в том, что у меня тоже довольно подавленное настроение было, пока это все не случилось, да, то есть, а потом оказалось, что все не так и плохо, то есть, это все меняется довольно, ну, как бы быстро и довольно непредсказуемо, и поэтому, конечно, ну, мы видим реакцию, как бы, какого-то, какого-то, какого-то продемократических россиян, она, конечно, безусловно, такая поддерживающая, и, ну, в общем, все с надеждой смотрят на то, что происходит в Беларуси, это да, и, возможно, действительно, какую-то роль это сыграет в мобилизации россиян тоже. Вот, спасибо вам огромное, я думаю, что наши сообщатели очень много узнали и узнают от вас благодаря этому интервью. Спасибо огромное. Спасибо большое, Турники, что позвали, и спасибо большое за поддержку, и скоро, может быть, и лично увидимся как-нибудь. Да, да, я, как сразу, с коронавирусом будет покончено, я с удовольствием к вам вылечу вашу прекрасную сторону. Спасибо. Отлично. Спасибо большое, да.